Есть такая забавная китайская пословица Нужно умереть молодым и желательно сделать это как можно позже В ваших комментариях такое количество рассуждений насчет того удлиняют ли продолжительность жизни тренировки Не только в ваших комментариях, вообще в целом В среде людей, интересующихся темой спорта Неважно, больших достижений, малых достижений, регулярных тренировок И я думаю, сегодня давайте попробуем в этом разобраться Я какой эксперимент провел тут Во время тренировки я решил сконцентрироваться на том Исключительно внимательно сконцентрироваться на том Что у меня внутри происходит Когда я тренируюсь один В основном я тренируюсь к тому же на природе Ну вы знаете, я показывал вам В общем, меня ничего не отвлекает Я могу максимально сконцентрировать внимание на том, что происходит внутри меня Ради чего я делаю каждый отдельный подход Это на самом деле просто важнейший вопрос Если говорить о мотивации, ведь мы же об этом Что нас заставляет делать что-либо Но сейчас рассмотрим на примере тренировок Потом мы перейдем к другим вопросам И вы знаете, ребят, что любопытное я обнаружил У меня нет ни единого мотива внутри Что я подвергаю себя этой физической нагрузке Для того, чтобы что-либо продлить У меня вообще нет Как внимательно не присматривайся Нет подобных интенций внутренних Нет такого вектора внутреннего Дальше Есть ли у меня вектор На результат Сейчас, в 52 года То есть, естественно В 16 лет, в 15, конечно, было В 20-25 Если в 16 было на результат визуальный То в 25 было на результат измеримый физический Как, например, жим-лёжа Там различные упражнения И я не замечал, что мне нравится процесс Что мне нравится сам процесс Концентрации Выложиться Сейчас Абсолютно чётко Я понимаю, что Я делаю это ради кайфа От процесса А результат для меня лишь игра Вы сейчас, конечно, сразу скажете Денис, но это же безумие Это же просто Это безумие Ты не можешь Желать Подвергать тело нагрузке Именно ради самого факта нагрузки Ребята, это так Мы так устроены Причём не только в тренировках Но и если Подвергнуть себя внимательному наблюдению Во всей совокупности действий в этой жизни Сейчас я немного отвлекусь Потому что многие из вас смотрят Естественно Потому что хотят найти этот позыв к тренировкам Найти этот порыв Мы же как Мы же собираем вокруг Вот эти влияния Что меня заставит Всё-таки Достичь дисциплины Я ведь для этого И провожу свой проект Супер тело Который стартует сейчас Двухнедельный цикл Стартует в этот понедельник Куда я вас, естественно, зазываю Зачем? За дисциплиной на две недели Для того, чтобы перенять мои знания В сфере тренировок И сфере питания За две недели Чёткого следования инструкциям Не думать Просто делать Две недели Без отрыва от работы Но следить за тем Как вы питаетесь И выполнять чёткие Тренировочные задания Неважно В тренажёрном зале Вне тренажёрного зала Там есть любой тип нагрузки Две недели дисциплины Переставить мою голову На ваши плечи На две недели И просто довериться знаниям Офигенная возможность Я рекомендую вам не откладывать Сейчас уже конец года Приближается Нужно сделать рывочек Чтобы понять, как это делается В следующем году Вы двигаетесь дальше Сами уже по инерции 13 ноября начнётся Двухнедельный цикл Теперь возвращаюсь К своей теме Так вот Наблюдая за внутренними Мотивами Как я уже сказал Чисто ради процесса Но Вопрос А всё-таки Тренировки Как таковые Влияют на продолжительность жизни Я отвечаю на вопросы Всевозможных спорщиков Ребята Я считаю Что это абсолютно неважно Такое количество факторов Влияет на продолжительность Наших с вами жизней Генетических Эмоциональных 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 Каким стрессом мы подвергнемся в жизни Факторов внешней среды Гигантская Экология Потенциальные травмы Какие-то происшествия Количество факторов Этого мира Влияющих на продолжительность Нашей жизни Бесчисленно И тем самым Не поддаётся Нашему логическому анализу Мы можем Стараться Это же нам свойственно Мы же такие логичные Мы стараемся Выстроить Какую-то линию Вот через мозг Ребята Можно сойти с ума Думая о том Что ещё ты можешь сделать Для продления своей жизни У нас, к счастью Психика у большинства Устроена так Что не позволяет нам Сойти с ума Но мы удерживаем Какой-то высокий уровень Беспокойства В течение всей жизни Я сейчас обобщаю Все люди разные Есть люди разные Кто-то сильнее беспокоится Кто-то чуть-чуть меньше беспокоится Но в целом Мы поддерживаем Некий уровень беспокойства Сквозь всю свою жизнь О тех вещах Которые Не зависят От наших усилий Каков мой подход И каков мой метод И что я вам предлагаю Отбросить этот мусор весь Для этого нужна воля Сконцентрируйте свою логику Силу воли И вот тот потенциал Что у вас есть Не на то Чтобы разобраться В миллионах факторов В которых Или так скажем Контролировать Огромное количество фактов Бесполезно Направьте свою логику Концентрацию И волю На то Чтобы приказать себе Выбросить этот мусор Из своей головы И действовать С любовью К действию Конкретному моменту Конкретному усилию Конкретной тренировке Конкретному дню на работе Конкретному факту общения С кем-либо В личной жизни Дома В общественной жизни С друзьями Женщинами Не важно Сделайте усилия Чтобы сконцентрироваться На отдельном отсеке Разбейте всю жизнь На маленькие отсеки Ситуаций Наслаждайтесь Сегодня вы выйдете После работы У вас будет Вокруг вас Вот этот рой мыслей Переживаний По поводу прошедшего дня У кого-то день Более удачный У кого-то тяжелый Попробуйте Направить силу воли На то Чтобы выбросить Все это Вот Вы поняли Усилием воли Это нельзя сделать легко Оно не сделается само Нужно себя Заставить это сделать И почувствуйте легкость Расправьте плечи Посмотрите вокруг Представьте Что вы только что родились Вот вы куда-нибудь улетели На тысячу лет Ну можно же такое Да Фантастический сюжет представить Что ваше сознание Вдруг выключилось И куда-то перенеслось И тысячу лет там прошло А потом вы в эту же секунду Вернулись Представьте С опытом тысячи лет Где-то вы там По звездам скитались По галактикам В Млечном пути Там все исследовали Вернулись назад Почувствуйте Это рождение Наше рождение Может произойти В любой момент Это не сумасшествие Все это Все это Наши фантазии Так же точно Как и наше представление О мире Это тоже фантазии Это не важно Все это Иллюзии Так выберите Для себя Приятную Кайфовую Иллюзию Родитесь заново Сегодня После рабочего дня Посмотрите Открытыми Счастливыми Глазами Не важно Осень это Весна Лето Или зима Увидьте Людей вокруг Увидьте Деревья Машины Эти странные Технические Устройства Кайфаните От того Что в вас Идет этот процесс Жизни То что Джек Лондон Называл брожением Закваски Вот этот градус Этот жизненный заряд В этом истинное Мастерство жизни С тренировками Все то же самое Отдельная тренировка Отдельный подарок Ты придумываешь себе Фантазируешь Какие-то твои там Пирамиды в жиме лежа Какие-нибудь подтягивания Ты себе это нафантазировал Для кого-то Твои 15 подтягиваний Смешно А для кого-то Это цель всей жизни 15 раз Самостоятельно Подтянуться Все вообще Нерелевантно Это твоя Игра Ты приходишь На тренировку Будь ребенком Делай с удовольствием Не думай Чего ты там Продляешь Укорачиваешь Ты делаешь Свою жизнь Интересной Наполненной Смыслом Вы скажете Так Хорошо Денис Но зачем тратить жизнь Как знаете Говорили Черчилль Прожил столько-то лет Много лет И вообще Ни одного дня Не занимался физкультурой Только там Пил виски Курил сигары Ребят Жить можно по-разному Никто 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 Никому Никто не навязывает Вообще Абсолютно Я вам признаюсь честно Я живу таким образом Как живу Не потому что я такой Супер дисциплинированный Меня все время Люди Обращаясь ко мне Им кажется Что я какой-то человек Абсолютной дисциплины Вообще этого нет во мне Я делаю Я человек Который живет по кайфу Я тренируюсь По кайфу Я делаю Все дела За которые берусь Абсолютно по кайфу Там есть дисциплина Внутри Любое дело За которое ты берешься Подразумевает Некие Рутинные действия Некие Может быть Не совсем Интересные действия Но я понимаю Зачем То есть Я понимаю Ради чего Ты это делаешь И это не жертва Вот еще Вопрос Рутинные действия Не являются Жертвой Твоего времени Твоих усилий Ради какой-то цели Впереди Нет Полюби Рутинные действия Эти действия Являются Частью Частью Твоего пути Который выбрал Кто выбрал Ты выбрал Ты выбрал Этот путь Ты выбрал Эту профессию Ты выбрал Эти знания Именно эти знания Ты же мог обратиться К другим книгам Ты выбрал Именно это место Жительства Ты не мог Выбирать семью Естественно В которой ты родился Не мог выбирать То образование Которое тебе дали родители Еще тогда То есть школа Языки Но дальше С какого-то момента Ты уже можешь выбирать Сейчас Ты все выбираешь Так выбирай Выбирай Кайфовать Если не получается Кайфовать На той работе На которой ты сейчас Меняй Ищи сферу Читай книги На тему жертв Кстати Тоже Очень Очень важный вопрос Мы же все думаем Что достижение целей К ногам целей Нужно положить Какие-то жертвы Такая вообще Странная конструкция Жизни На мой взгляд Потому что Когда ты этих целей Достигнешь Конечно Они тебя Не порадуют Настолько Как ты думал Потому что цели Достигнутые Приходят еще С огромным количеством Факторов А главное Приходит с измененной Картиной мира Ты уже поменялся Ты пришел В эту реальность С достигнутой целью Уже другим Чем ты был Два года назад Когда эту цель ставил Это очевидные Всем понятные Думающим людям Вещи Соответственно Ты не можешь Сегодня Жертвовать Чем-либо Ради завтрашней цели Сейчас объясню Ты должен Хотеть Этих жертв Опять же Поясню Вот ты отправляешься На тренировку В это же время Ты мог бы Отправиться На свидание Допустим Вот у меня Были такие ситуации Я познакомился С прекрасной девушкой Я бы сейчас Пошел с ней Куда-нибудь Но мне надо На тренировку Что здесь возникает Вопрос выбора Каждый отвечает На этот вопрос По-своему Я на этот вопрос Отвечал Не всегда одинаково Но я выбирал то Что для меня Сейчас Является Более важным Несмотря на то Что я люблю И одно и другое И тренироваться И с девушками гулять Но Ты должен выбрать Сейчас На этом отрезке Что для тебя Важнее И это не будет Жертвой Это будет Твоим Ответственным Решением Правильно Которое ты принимаешь С удовольствием Если ты принимаешь Это решение С болью Ну То возможно Это профессиональный Спорт Но тоже лучше Делать это с любовью Правильно То есть Ты не можешь Пропустить тренировку Потому что У тебя там Олимпийские игры А тебе так хочется Встретиться с девушкой Придется отложить Но ты должен Так хотеть Получить эту медаль Может быть Чтобы она Потом тобой Гордилась Правильно Та самая девушка С которой Ты не смог Встретиться Почему я выбираю Такие Казалось бы Примитивные Примеры Потому что На простых примерах Проще разобраться В сложных Хитрасплетениях Слушайте У нас у всех Такое количество Сложных Сложных Факторов Переплетается Не путайтесь В них Разберитесь В простых вещах Все начинается С простых Простых Основ О них мы И говорим Зачастую В этом блоге Я еще раз напоминаю Что 13 ноября Начинается Двухнедельный цикл Моего проекта Супертело Перейдите По ссылке внизу Почитайте Я вас жду Ребят Давайте созидать Вместе Не ради результатов Ради классного Правильного Процесса Приятного Да еще и совместного Что может быть лучше Все До встречи Пока